Уважаемые коллеги, цель доклада не показать наши хирургические результаты. Здесь ничего сверхъестественного абсолютно нет. Каждый первый и каждый второй здесь в этом визуале хирург оперирует не лучше, а может даже лучше, чем мы. Суть этого доклада разобраться, что стало с классификацией раков пищеводно-желудочного перехода. И как с этим дальше нам жить. В основу работы положен анализ результатов лечения. Ранее мы их называли больных с кардиоизофагиальным раком 1, 2, 3 типа. Но учитывая, что появилась новая классификация 2011 года, мы вынуждены были теперь ограничиться таким названием, как аденокарцином пищевода. С 1998 по 2014 год всего было оперировано 217 пациентов, мужчин 151 и женщин 66, возраст от 35 до 82 лет. Но я хочу напомнить, что ранее существовала великолепная классификация зеверта 1996 года, согласно которой все кардиоизофагиальные раки делились на три типа. В зависимости от эпицентра опухоли. Вот в нашем диспансере никогда не звучал ранее диагноз такой, как кардиоизофагиальный рак. Всегда звучал диагноз рак желудка или рак кардиоизофаги с переходом на пищевод. И по нашему регистру онкологическому он всегда традиционно относился к раку желудка. Но вот несколько лет назад мы решили нести истину в нашу работу, потому что это неправильно было. И проделали очень большую работу. Было поднято из архива более 600 историй болезни. И в общем-то мы смогли так титаническими усилиями разгрести эту сумятицу в классификации и классифицировать все опухоли согласно зеверту. И только у нас все выложилось в головах, как появляется классификация 2011 года. Согласно которой классификация зеверта, ну если не множество на ноль, скажем, но так очень сильно переделывается. То есть, исходя из определения кардиоизофагиальных афухолей, каденокарцинома пищевода на сегодняшний день, то что представлено на этом слайде, можно отнести зеверт-1 и зеверт-2. Но если зеверт-1 это рак Баррата, который исходит из метаплазии Баррата и принципы хирургического лечения, профилактики этого рака неизвестны. Учитывая, что метаплазия Баррата и аденокарцином Баррата это болезнь в общем-то социальная, болезнь 21 века. Если мы знаем, как заниматься профилактической хирургией, то есть выполнять антирефлюксные лапароскопические или открытые операции, то зеверт-2 нельзя относить к аденокарциноме пищевода в том понимании, в котором предлагают авторы этой классификации относить эту локализацию. Все-таки зеверт-2 относится не столько к раку пищевода, а по своим основным принципам хирургического лечения. И вот в последние годы появились методы комбинированного, даже комплексного лечения, все-таки к больше желудочным ракам. Ну а говоря уже о зевер-Т-3, там все понятно. Это гастроэзофагиальный рак, это рак относится к раку желудка. И что у нас получилось, какие же результаты, согласно вот этой классификации, которую мы пересчитали, наши цифры. Я имею в виду по хирургическим осложнениям и, естественно, это самый главный вопрос по выживаемости. Одно, трех и пятилетний. Значит, по нашим данным, в основном это были опухоли зевер-2. Вот я говорю, это объединенная классификация, то есть то, что теперь относится к аденокарциноме пищевода. К зевер-Т-1, то есть раку Баруто, у нас было 45 пациентов. По стадиям, в подавляющем большинстве это были запущенные стадии заболевания. Третья и четвертая стадии, здесь уже никого не удивить. Надо быть честным и объективным, в Российской Федерации найти рак пищевода или кардиозофагиальный рак в начальной стадии очень сложно, как и рак желудка. Но, скажем так, приблизительно, я имею в виду еще и плоскоклеточные раки. Кстати, я оговорюсь, вот Евгений Владимирович, когда звонил нам, предлагал выступить с докладом, он предлагал нам выступить с плоскоклеточным раком. Там цифры, конечно, у нас намного серьезнее и больше по количеству выполненных операций. Там есть и схема комбинированного лечения, лучевой терапии, химии лучевой. Но вот мы решили остановиться на такой малоизученной проблеме, как аденокарцинома пищевода. По доступам трансхиатальной и трансторакальной гастроктомии нельзя их сравнивать, это недопустимо, это неправильно, гастроктомия совсем другая операция. Но, сами понимаете, что Зевер-2 лечится как трансхиатально, так и трансторакально и с помощью такой операции, как гастроктомия. Потому что бывает распространение достаточно приличное на желудок. Всего было 217 пациентов, как я сказал. Теперь будет сейчас сравнение этих доступов. Послеоперационная летальность, минимальная была после трансхиатального доступа, максимальная была после трансторакального. Всего у нас умерло 3% пациентов в послеоперационном периоде. Причиной основной явилась несостоятельность анастомозов, либо внутреприврального, либо анастомоза на шее, с последующим диастенитом некоррегированным, который не смогли скоррегировать. Но были три смерти по поводу соматических осложнений, болей, инфаркт и полиорганная недостаточность. То есть в этом случае был просто не диагностирован на предоперационном этапе цирроз печени больного, который привел потом его к смерти. В раннем послеоперационном периоде, в основном это тоже приварирование несостоятельности анастомозов, которые клинически были завершены успешно, излечены проточным диализом, зондовым питанием. Их было 17 человек. И дальше уже шли более мелкие осложнения, которые потребовали в ряде случаев реоперации, как кровотечение внутри плевральное, брюшное кровотечение и так далее. Всего было 13% осложнений. Еще раз повторю, здесь нет зиверта-3. То есть гастроктомии по поводу зиверта-3 мы исключили, готовясь к этому докладу, потому что речь идет об аденокарциноме пищевода. В позднем послеоперационном периоде наиболее значимыми были осложнения стимоза анастомозов, как следствие их несостоятельности в раннем послеоперационном периоде. Здесь указаны цифры только те структуры, которые требовали стационарной коррекции. Ну то есть амбулаторная коррекция в виде бужирования, дилатации, рассечения спаек сопровождалась риском перфорации, поэтому наши эндоскописты рекомендовали это проводить в стационаре. На самом деле этих стенозов было, конечно, намного больше, которые проходили амбулаторно. Было констатировано 3 рецидива опухоли, все 3 были успешно реорезицированы, но в последующем больные погибли от прогрессирования процесса. Всего было 9% осложнений в позднем послеоперационном периоде. И вот самый интересный и важный вопрос о выживаемости этой категории больных. К сожалению, аденокарцинома пищевода и кардиоизофагиального перехода ЗИВР-2 характеризуются тем, что слабая чувствительность к лучевой терапии и химиотерапии, которые сейчас робко говорят в последние годы, вопросы химиотерапии далеко не изучены. Но вот мне очень понравился доклад на съезде онкологов СНГ, который был на сказании именитого Евгения Наумовича, вашего земляка, Санкт-Петербурга. Замечательный доклад, посвященный таргентной химиотерапии кардиоизофагиального рака. То есть, если проводить феногенотипирование по ХР-2НО, то есть, в общем-то, варианты адъювантной химиотерапии у этих пациентов. Пока, конечно, вопросы это не изучено ни в нашей стране, ни за рубежом, достаточно основательно. Но, насколько я знаю, в нашей стране еще пока никто не занимался химиотерапией кардиоизофагиальных раков. Итак, по поводу доступов. Значит, рак Баррата. Пока я называю это рак Баррата первой, чтобы обратить ваше внимание на разницу в цифрах выживаемости. Она очень даже неплохая. Так, извините, указочку сейчас я... Как указку? Что ж такое? Ну ладно, указки нет. Чет-то не могу здесь разобраться, извините. Я обращаю ваше внимание на пятилетнюю выживаемость после хирургического лечения рака Баррата. Вы видите, при трансхиатальном доступе 34, при трансторакальном 47%. Ну, ясно, что это не в пользу трансхиатального доступа. Я сразу говорю, мы не сторонники этого доступа всем пациентам. Какой? Ага, спасибо. Мы выполняем трансхиатальный доступ при операциях на пищеводе пациентам, ну, безусловно, ослабленным, то есть, тяжелой соматической патологией, которая не тянут трансторакальные подходы. Ситуация кардинально меняется, когда мы разберем выживаемость у больных, рассмотрим кардиозофагиальным раком второго типа. Вот ЗИБР-2, самая спорная, самая дискуссионная категория больных, которые, к сожалению, на наш взгляд, отнесли к аддону карциновому пищеводу. Вы видите, как диаметрально различаются цифры. В разы снижается выживаемость пятилетняя. Ну, тут уже добавляется еще один вид операции, как гастроктомия. Здесь, в принципе, все неплохо. Вот, могу сказать, что при ЗИБР-3 эти цифры еще больше, но мы о нем не говорим. И вот теперь мы перемешиваем ЗИБР-1, ЗИБР-2, и получается следующая цифра выживаемости этих пациентов. 26% при трансхиатальном доступе, 39% при трансторакальном. Ну, и гастроктомия, это не в плане сравнения. Нельзя сравнивать трансторакальный и трансхиатальный доступ, это совершенно другая операция. В целом, вот еще раз посмотрите наглядно, это будет видно хорошо на графике. Тоже могу сказать, констатировать факт, что это не в пользу трансхиатального доступа. В целом, мы получили при аддонокарциновому пищеводу в нашем исследовании выживаемость практически 33%. Если брать путой классификации ЗИБР-2, которую мы пользовались раньше, на все три типа рака кардиозофагиального, у нас была выживаемость 36%. Но она немножко снизилась. Отсюда возникает следующий вывод. Я не буду их перечислять по поводу осложнений и так далее, это не очень интересно. ЗИБР-1, все понятно. Это рак Баррата. Его лечить нужно по принципам, которые, как и при плоскоклеточном раке. Ну, и за исключением того, что химилучевой терапии пока эффективны нет. ЗИБР-3 тоже понятно. Гастроктомия комбинированная, расширенная и так далее, с высокой резекцией пищевода при необходимости. А вот ЗИБР-2 до сих пор ничего не понятно. Как лечить и куда его относить? Конечно, нужен хороший дизайн исследований, корректный, четко выполненный. На наш взгляд, необходимо следующее детализировать при ЗИБР-2. Ну, во-первых, подвергать в послеоперационном периоде морфологам препарат удаленный, обязательный иммуногистохимическому исследованию. Ибо статистически известно, что при ЗИБР-2 10% все-таки относятся к раку Баррата. Так как рак Баррата прогностически более благоприятная локализация, чем плоскоклеточный рак в плане выживаемости, необходим пересчет ЗИБР-2 в пользу некоторой категории больных, вот этих 10%, к ЗИБР-1. Остальные пациенты, 90%, также с помощью иммуногистохимии, нам морфологи должны отвечать на следующий вопрос, давать ответ, есть ли экспрессия ХР-2-нео, и насколько эффективна будет химиотерапия герцептима в послеоперационном периоде. Это очень дорогой дизайн исследований пока для нашей страны, мне так кажется, потому что не везде есть иммуногистохимия, не везде есть опытные морфологи, которые различают рак Баррата, то есть ЗИБР-1 и ЗИБР-2, но тем не менее, в какой-то степени это осуществимо. В противном случае необходим пересмотр этой классификации и от нее отходить. ЗИБР-2 не должен относиться, без хорошего исследования научного и практического, он не должен относиться к истинным аденокарциновам пищевода. Ну и в качестве дополнения, какие были у нас успехи в лечении рака первого типа, ЗИБР-1, даже его не лечение, мы проанализировали заболеваемость и смертность от рака первого типа, кардиозофагиального рака первого типа в Республике Тарстан в период с 2002 года по 2009 год за 8 лет, и отметили снижение смертности на 20% и заболеваемости в 2,8 раза. Это связано напрямую с нашей очень большой работой по пищеводу Баррата. Мы на сегодняшний день выполняем большое количество лапароскопических операций с комплексным подходом, то есть в последующем послеоперационном периоде аргоноплазменной коагуляции метаплазированной эпителия. У нас очень проходит много этих пациентов. И вот на Республику Тарстан в период наивысшей активности в этой работе мы взяли как раз период, мы добились снижения в 2,8 раза. Если это дело перемешать вот эти цифры с зевертом 2, они будут, конечно, намного хуже, я думаю, если вообще не снивелируются цифры. Поэтому, вот, коллеги, как бы такой вам брос сейчас, научно-интеллектуальный, что нам делать дальше с этой классификацией. Цифры наглядны, убедительны, на мой взгляд. Спасибо за внимание. Отвечаю на ваши вопросы. Кого будут вопросы? Есть вопросы? Коллега. Извините, спасибо за доклад. Очень интересный доклад. Интересная проблема. Но меня интересует, вы оговорились, или целенаправленно вы сказали, зевер 3, у вас результаты лучше. Интересно, какие результаты при зевер 3? Пятилетнюю, трехлетнюю выживаемостью? Очень интересный доклад. При зевер 3, трехлетнюю выживаемостью у нас получила 48%, пятилетнюю 39%. 39% при зевер 3. Великолепный результат. Фантастический. У кого еще есть вопросы? Нет вопросов? Тогда я задам вопросы. При зевер 2, характер оперативных вмешательств и объем лимфодисекции. При зевер 1. Чем? Объем лимфодисекции при зевер 1, при зевер 2 и характер оперативных вмешательств? Значит, при зевер 1 сначала скажу. Если трансхиатальный, понятно, что до конца выполнить лимфодисекцию медиастинальную это не представляется возможным. Это, конечно, один из основных и принципиальных недостатков трансхиатального подхода. Ежели эта операция выполнялась комбинированным доступом, лапарторакотомии, то выполнялся полный объем медиастинальной лимфодисекции, то есть с трансторакального доступа и до 2 абдоминальных доступа. При зевер 2 там были в основном операции горло-косава, в основном в подавляющем блестве, либо гастроктомии. В редких случаях там было всего 11 пациентов, которым мы выполняли трансхиатальный доступ. И в этом случае также выносился анастоноз на шею. Желудок был достаточной величины, что позволяло выкроить нам трансплантат из большой кривизны, который дотягивался на шею. А с чем связан, на Ваш взгляд, более худшие результаты при трансхиатальном доступе? Неадекватные лимфодисекции. Неполные. Ну вот поэтому я задаю вопрос. При зевер 2 Вы какой объем лимфодисекции выполняли? А при зевер 2, если это был трансторакальный доступ к лапаротомии, то также выполнялась внутригрудная лимфодисекция и 2 брюшной полости. Если это была трансхиатальная экстерпация с резекцией проксимальной желудка, то объем лимфодисекции выполнялся, насколько можно было видеть, при сегитальной диафрагматомии лимфоузлы. То есть это удалялись лимфоузлы нижней группы. То есть паракардиальные или надиафрагмальные. При операции горлока Асава, чем объем лимфодисекции отличался от объема лимфодисекции при трансхиатальной экстерпации? Он все равно больше был. Верхние средостения Вы все равно не считаете? Верхние средостения нет. То есть практически идентичен? И тогда такой вопрос, как на Ваш взгляд, выполнение гибридных операций в этой ситуации, то есть выполнение таракального этапа торакоскопически, только выполнить мобилизацию пищевода и лимфодисекции, что в принципе не увеличивает намного продолжительность операции, а все остальное выполнить обычным доступом. Как Вы смотрите на вот этот объем оперативного вмешательства в этой ситуации? Мы смотрим положительно. За последние два года мы сделали 9 видеоассистированных трансхиатальных экстерпаций. Но это не только при кардиозафагеальном, в основном это было при плоскоклеточном. Сроки пока для подсчета корректной выживаемости маленькие, поэтому говорить об этом еще не буду. Но пока больные живы все. Один больной вымер от инсульта из 9 этих, мы отследили 8, пока живы. Признаков прогрессирования нет. К этому относимся мы положительно. Какие виды анастомозов Вы использовали? И вот в отдаленных результатах Вы ничего не сказали о рефлюксе. У Вас вообще рефлюкса? Проблемы рефлюкса не было? Были. Были проблемы. И стенозы, которые на амбулаторном этапе бужировались, это были проблемы рефлюксной болезни. Просто мы их не выносили в качестве статистики. Их было немало. Это около 20-25% стенозы, которые бужировали амбулаторно в аллеклинике. Какие анастомозы Вы использовали? Конец-конец или конец-бук, если это изофага и юный анастомоз. Кого? Все были ручным способом. У нас просто нет аппарата финансовой. Финансовая проблема. Тогда такой вопрос. На Ваш взгляд, что, раз коллега задался, какой анастомоз лучше, аппаратный или ручной? Это вопрос очень дискуссионный. Если говорить, что нет аппарата по этому кладу ручной, наверное, у Михаила Ивановича есть аппараты, правильно, но он кладет вручную. Принципиальная разница, если это делать конец-конец в плане антирефлюксного, на наш взгляд никакой нет. Рефлюкс будет и при аппаратном, и при ручном анастомозе. Антирефлюксный механизм создает только инвагинационные анастомозы. Вот мы при гастроктоме делаем в оригинальной методике анастомоз изофага и юна профессора Сигала. Ну, это мой шизелманович. Вот это практически на 100% антирефлюксный, но он громоздкий, анастомоз, его сшить долго, аппаратный его не наложил, а проскопически его не сделаешь. Поэтому вот в этой ситуации, да, у нас есть принципиальная позиция по наложению анастомоза при гастроктомиях, а при резекциях пищевода принципиальная разница, если брать такой аспект, как антирефлюксный механизм, никакого не видим. Хотя есть модификации, которые, как бы, по литературным данным пропагандируют то, что есть модификация анастомоза, что нет рефлюкса изофагита, но мы, по крайней мере, не использовали их в своей клинической практике. Только конец-конец-конец-бок, ручные. У кого-то еще не появились вопросы? Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо.